Добрый день, уважаемые подписчики, с вами YouWebDesign, меня зовут Александр Гончаров, а меня Никита Тарасов. Мы прерываем вот это месячное молчание. Гигня. Да, будет у нас небольшой опять новостной подкаст, в том числе в конце будут новости про нас, поэтому кому не безразлична судьба проекта и вообще наша судьба в частности, досмотрите это видео до конца и... И ставьте лайки. Да, первым пунктом сегодня в меню будет редизайн Apple.com, я так понимаю, все этого ждали очень долгое время, потому что наконец-то сайт мобильной версии обзавелся. Ну, кроме мобильной, здесь мы видим такой фуллскрин хедер, прям вот картинка с информацией, там прям какие-то презентации даже у нас открываются, лендинг про iPhone. Короче говоря, полный плоский дизайн. Самое главное, что все анимации без флеша сделаны, мне вот это нравится. Наконец-то, да. Ну, хотя у них, конечно, это все давно уже так сделано, потому что они же, собственно, и против флеша были изначально. Но Store, по-моему, насколько я помню, не переделан. Хотя нет, он тоже чуть-чуть переделан, но у него нет мобильной версии. Это я сейчас чуть вперед забегаю. Что характерно, мобильную версию нам никак не удалось включить нормальным образом. То есть здесь она сама адаптивно не подстраивается. Если я меняю пользовательский агент на iPhone, тоже ничего не происходит. Но мы... Но на самих телефонах работает, поэтому, чтобы продемонстрировать, мы тут симулятор iOS запустили, и тут вот можно наблюдать всякое. То есть Mac... Оно все скроллится, само меню влево-вправо. Да, сейчас это... Под меню. Под меню, меню, под меню, только тут что-то подтормаживает. Вот MacBook страница не очень адаптивная. То есть оно у них так местами... Что-то сверстано, что-то недоверстано. Может быть, новых MacBook просто ждут. Вот оно вот так вот. Кинетический скроллинг, который прям так показывает. Ну и здесь то же самое. Это все можно смотреть. Короче говоря, мы долго этого ждали. Если это, наконец, есть, ура. Мы теперь все, да. Мы теперь можем заходить на Apple.com спокойно. И самое-то главное, что... И видео с презентацией я случайно включил. Да. Самое-то главное, что было на презентации, это, конечно же, все ждали новые айфоны. Новые айфоны. Айфон 6 и iPhone 6 Plus, как оказалось. Причем, к сожалению, все слухи, которые вообще были, вообще все, они практически подтвердились. И поэтому не так было интересно смотреть. Но, тем не менее, я думаю, что, ну, стратегически это какой-то шаг в будущее. Там, большие телефоны, все сейчас на больших телефонах. Поэтому, я думаю, Apple там, они знают, как жить. Они что-то поняли. Хотя презентация лагала безумно. Поэтому тоже не так интересно было смотреть, как раньше. Просто невозможно было. Ну, у меня было предположение, почему она тормозила. Потому что это просто заговор, опять же. Да, но мы уже давно поняли, как хорошие журналисты, что любой заговор, это на самом деле халатность. Поэтому, скорее всего, просто они не ожидали такого потока зрителей, слушателей. Бог еще весть кого. Ну, давайте посмотрим видео. Вот, ну, то есть, два телефона. Обычный 4 и сколько там, и 8, по-моему, дюйма. Или 9, 4. Да, не важно. Подожди, 4,7 дюйма, а плюс 5,5 дюймов получается. Соответственно, поэтому, как бы, ну, это новый телефон с новым железом. Да, кто решит, кому больше надо, там, во всяких приложениях, типа iMessage, больше экрана открывается. Мы, кстати, тут без звука буквально включим, просто чтобы понять вообще. Вот, на iMessage видно, что у iPhone 6 Plus чуть-чуть побольше информации вмещается на экран. Ну, и вот для кого-то, может быть, это киллер-фича будет. Но еще оптическая стабилизация у 6 Plus, у обычного только цифровая, то есть никакой. То есть можно будет бегать с этой здоровой лопатой и как на GoPro снимать свадьбу на сноутборде. В Альпах, да, может быть. Ну, короче говоря, вряд ли мы в редакции будем покупать, сейчас я постановлю, будем покупать такие телефоны, но просто потому, что пятерки еще более или менее работают, пока еще окончательно они сломались. И чего-то такого супер прям инновационного. iOS 8 на пятерке работает и ладно. Поэтому, да, поэтому можно жить, я думаю, и на этих телефонах, все хорошо. Но кто будет покупать новый iPhone, скорее всего, конечно, возьмет уже 6 или 6 Plus, в зависимости от недостатка в другом месте, поэтому, да. Ну, или от зрения, недостатка зрения. Будем смотреть на улицах, во всех маршрутках и школах страны. Золотые iPhone Plus 6. Еще одним девайсом, который представили на конференции, был Apple Watch, который вот только в 2015 еще будет. Это такой агрегатор всех уведомлений с вашего телефона, то есть оно работает только с телефоном и представлено в трех вариантах. Просто Watch, Watch Sport и Watch Edition, ну, это позолоченный корпус, они там, по-моему, от 45 тысяч рублей будут стоить. То есть, ну, не Rolex, конечно, но повыпендриваться, видимо, да. Но перед друзьями в школе, опять же. Ну, естественно. Ну, на самом деле, оно тоже в двух вариантах, как 6,6 Plus, тут вот 38 миллиметров, высоту и 42, я не знаю, в ширину они тоже как-то скейлятся, видимо, более или менее пропорционально. Но кто его знает, я вот даже отсюда не могу понять, квадратные они или все-таки прямоугольные. Но я так понимаю, прямоугольные. Самым главным, кроме того, что это уведомление, это, конечно же, будут всякие фитнес-сенсоры, которые изнутри циферблата, вот с той стороны все распаяны, и они будут интегрированы с приложением Sport. Я так понимаю, Apple хочет просто уничтожить рынок всяких там Nike Plus и прочих браслетов, которые снимают ваши показания, и все это запихнуть в часы просто для того, чтобы... Это было удобно с телефоном. Уже ты с айфоном, ты уже купил себе часы. Да, да. Просто один девайс у вас есть, и вся информация о вас копится, и в спецслужбы американские отправляется. Всех хилых будут вычислять прямо вот на раз, естественно. А лучше нет, лучше всех здоровых, хилых-то зачем трогать. Точно, точно. Все, кто занимается с помощью этого сразу, хлоп. Да, ну тут куча всяких цветных браслетов для всех версий, то есть прям чудо-аксессуар, я, правда, не знаю, вот там цвета на циферблате, он сам автоматически поймет, какой у тебя браслет и подстроит, или там это можно делать, как-то комбинировать, прям. Я думаю, это супер-женская забава будет, если кому-то, конечно, такие подарят, но да. Переходим к следующей новости. Мы-то переходим уже от вот этого потребительского к нашему, к разработке, к веб-разработке. Ну, в общем, WordPress у нас опять на повестке дня. Начали разрабатывать новую дефолтную тему для WordPress 2015, 2015. Да, она войдет в релиз 4.1. Да, это только будет в декабре, вот когда WordPress 4.1 выйдет, тогда будет в декабре новая тема. Давай покажем скриншоты. Просто как-то суховато пока. Может быть, это только наброски какие-то, но пока мы таких тем видели кучу, очень много. Может быть, она будет как-то там внутри так сделана, что ты просто одно исправляешь, у тебя весь сайт исправляется, я не знаю. Но пока, в общем, достаточно сухо, такое очень минималистичное все. Не то, что я не скажу, что плохо, может быть, так и нужно делать темы. И, допустим, 2012 тема, которая очень сильно гремела, она примерно такая и была, сухая, сильно. Мы ее очень легко кастомили, и под любой сайт ее можно было сделать, вот, например, вот здесь вот, как показано. Вот, может быть, так и нужно делать, потому что 2014, например, очень загруженная тема, 2013 такая оранжевая, если кто помнит. Да, они все мимо, на самом деле, прошли 13-е и 14-е, откровенное говно. Просто это вот, я не представляю, кто из них что-то там делал, воротил. Да-да-да. Ну, тут вот какие-то подстраивания под бэкграунд, я уж не знаю, насколько это все будет автоматически. Но это можно сделать автоматически, это несложно, но вот да. Но это наброски, я не... Я тоже думаю, что это только начало. Повторюсь, да, то есть тут вот где-то здесь, я не знаю, тут название есть. Ну, короче говоря, скетчис, скетчис, это буквально пацаны собрались, накидали за буквально там пару дней, я не знаю, сколько они это делали, и вот думают. Так что еще будем следить за новостями, да. Давайте переместимся в родную Россию и вспомним, что студия Лебедева сделали ребрендинг Москвы. То есть вот я сейчас открою тут несколько вкладок, кроме того, что они переделали логотип самого города, они переделали логотип метро и схему. То есть вот так у нас сейчас коммунистически практически получилось, все очень таким обдает стариной, не стариной. Ну, нет, на самом деле просто у всего мира это ассоциируется с этим, поэтому, я так понимаю, лучшего логотипа и придумать сложно. Вот это вот ломаная буква М, как была тоже раньше на метро, это прям вот, я смотрю, и мне все сильно нравится. У меня как будто в пазы в мозгу встает, и все понятно. Звезда московская вот эта вот, кремлевская. Рубиновая. Я, правда, не знаю, на самом деле из рубинов, или это только название такое, но говорят, кремлевские рубиновые звезды. Тут вот куча вариантов, как это все будет где выглядеть, мы оставим ссылку, посмотрите, если еще не посмотрели, это так-то довольно-таки значимое получилось событие у нас в стране. Но да, то есть вот логотип метро, это вот такая буковка М. Уже с засечками. Ну, но тоже прям в точку. Я вот смотрю, мне сильно нравится. Я вот не то, чтобы даже это какая-то реклама, я думаю, они в рекламе-то не нуждаются, тем более в нашей. Ну, просто, ну, это здорово, это прям красота здесь. Даже при том, что у нас в Челябинске до сих пор нет метро, я вот эту букву М. Да, торжественная версия, между прочим. Та-дам! У нас ни одной нет, а тут аж две. Торжественная, обычная, повседневная такая. Тут вот люди прям мимо все промелькивает, они заходят в метро, и эта буква М у всех ассоциируется. Каждый день. Ну, нет, классно, классно. Я тут ничего не могу сказать. Я вот в Москве был буквально там, не знаю, раз в пять все. Ну, все разы, конечно, катался на метро, но вот так бы я еще больше удовольствия получил, если сейчас катнулся. Смотрел бы на это. Да, москвичи, комментируйте, как вам вообще это все. Если нравится нашему видео, тоже лайк ставьте. Моего Лебедева передадим обязательно в конвертах, да. Ну, и вот сама схема станции метро для вестибюлей, как тут написано, тоже была обновлена. Тут почитайте, кому интересно, там шрифты сменили, сбоку их там поставили. Вот эти вот спайки, или как это там, пересадочные пункты, я не разбираюсь в этом всем, но вот они тоже чуть-чуть... Пересадочные узлы, да, я правильно сказал. Они тоже подверглись изменениям. Ну, и вот здесь мокапов внизу есть, как это выглядит в вестибюле, вот касса, тетенька. Ну, много работы такой графической именно, вообще прям, мне кажется, там гении сидели, делали. Ну, ребята, да, они сделали себе имя, вон там в футере написано с 95-го года, поэтому, ну, классно, классно, да, молодцы. И давай, Никита, про наши непосредственно новости. Мы обещали в конце ролика о том, о судьбе нас и нашего проекта, поэтому... Да, да, теперь это совсем про наши, то есть мы про русские погрели, сейчас совсем про наши, про uvdesign.ru конкретно. Ну, сам проект, то есть именно вот платные скринкасты, которые мы хотели записывать, курсы, мы немного приостановили его. Не то, чтобы мы прям закончили совсем там или как-то ушли от этой идеи, нет. Мы просто ее пытаемся немного переработать, перепродумать концепцию, на что конкретно опираться, потому что появляются какие-то конкуренты тоже на русском языке, там, кто-то хочет что-то свое сделать. То есть видно, что люди подхватили эту идею с запада делать скринкасты учебные. Вот, поэтому мы как-то сделаем или свое что-то уютное, или как-то перепродумываем концепцию конкретно вот курса. Поэтому ждите, все будет. Будет, может быть, чуть позже, но оно точно будет в каком-то виде и будет стопудово круто. Да, только это мы и можем сейчас гарантировать. На самом деле, август и вот половина сентября, они очень-очень прям сильно такие напряженные выдались. Мы тут внезапно денег сильно были должны, приходилось возвращать, работать приходилось. Мы отвыкли уже это делать. Но пришлось реально вот царапывать все это делать. На какое-то время это сейчас еще продолжится, поэтому не было ни сил, ни желания даже бесплатные скринкасты снимать. Но это, опять же, они будут. Я все помню, что я обещал, там, продолжение про SVG, обзор на Сиузи, вот это все. На самом деле, там у нас уже список штук из 20 так подготовлен, но просто вот... Мне самому интересно, что там дальше? Где они? Где бесплатные скринкасты? Да, нас родители уже даже просят иногда их снимать, потому что им интересно тоже это было смотреть. Но так получается, что пока не было времени, но оно обязательно появится. Ну вот, иногда есть время зато на еженедельники каждую неделю. Мы их продолжаем делать, несмотря на то, что небольшие лайки собирают, комментариев не очень много. Но, я так понимаю, вам все равно это нужно, чтобы вы просто зашли и нашли то, что было вот за неделю такое крутое. И, да, такой агрегатор, да, вещей из паблика, мы так думаем, что он нужен. Ну вот, непонятно как. Вы напишите какой-нибудь фидбэк вообще, насколько это все нужно, насколько это находит своего читателя. То есть, ну вот, какие-то тут что-то, кто-то что-то пишет, кто-то что-то лайкает. А вот на самом деле, насколько это прям в душу западает, это пока не ясно. Но мы делаем, мы сами себе сказали, что это мы будем продолжать. Может быть, мы даже сам лендинг, который, ну, на UwebDesign.ru, читают сейчас двое. Может быть, кто-то сейчас еще, там, читатель, отзовись, поставь лайк. Кто-то еще сейчас это смотрит. Мне приятно об этом думать. Сам лендинг переделаем на главное. Может быть, только форму оставим, потому что, ну, сейчас пока совершенно не ясно, что это будет. Но я обещаю, что мы в сентябре обязательно с Никитой соберемся в уютной какой-нибудь кофейне и обсудим полностью план действий, как это будет, на каких это будет хостингах, на какие это будут деньги. И да. И за какие деньги потом? Да, да. И вообще, о каких суммах будет идти речь впоследствии, да. Мы, что касается паблика, он живет живее всех живых, потому что к нему мы более или менее привыкли, к его ведению. И у нас на днях планируется конкурс, чтобы наконец-то обновить вот это вот место закрепленного поста. Может быть, я даже доперерисую аватарку, я уже начал это делать. Мы хотели это еще к первому сентябрю сделать, но вот вообще никак не удается. Будет конкурс, да, ждите. Пока ничего более конкретного не скажем. Нам нужно еще видос отснять про него. И вообще, в принципе, да. Поэтому вот тут у нас, как обычно, всякое формат для широких экранов, да. Короче говоря, у нас еще прям шутка-вспышка, новость очень важная в конце дня. Просто развлечь людей. Последний наш... Ну и на самом деле просто мы расстроились, потому что... Да, да, потому что вот GTA 5, все же знают, что это такое, да. Ее, к сожалению, для компьютеров, для персональных компьютеров, перенесли на конец января, по-моему, на 27 января. Но за то, за то, что радует. Будет все вообще, все виды оружия. Новые. А, новое оружие? Да, тут же Нью написано. Новые всякие моторы. То есть, ну вообще, будет просто бомбой. Все будем играть на компьютерах, наконец-то. Все, кто не смог поиграть. Хотя мы-то вот с ребятами из UF Design вообще еще втроем играли. Тогда проходили на Xbox. Да. От души купили. Мы взяли ящик, купили просто игру и сидели, я думаю, месяц мы рубились каждый день. Так собирались по очереди. Там ты за это, ты за того. Игра прям суперская. Каждому свое. То есть, там каждому свое нравится. Каждый свое находит в этой игре. Поэтому, я считаю, всем стоит поиграть, когда она выйдет на персональных компьютерах. Да. Тем более, графика лучше будет там на 1440p мониторах. С двумя видеокартами. С двумя видеокартами, естественно, и восьмиядерным процессором. Вот только так. И потом в GTA Online. Мамок драть друг друга. И прочих школьников натягивать, которых из доты скинули, как в спарте. Со скалы и скинули прямо в GTA Online. Ну, поэтому развлекайтесь и работайте. Все вместе, все круто. Да. Не забывайте подписываться на новости здесь и где-нибудь еще. И на YouTube у нас. Сейчас, да. Да, мы попробуем успеть. Да, попробуем. Да и в Твиттере тоже. YouWapDesign, правда, мы там. YouWapDesign, да. У нас, мы, к сожалению, так и не отвоевали это название. Подписывайтесь здесь обязательно. И удачного вам всем дня. Сейчас я сверну на рабочий стол, чтобы как-то это все... Ставьте лайки. Ставьте лайки, комментируйте. Обязательно пишите свое мнение по всему поводу. Нам оно очень важно, потому что мы в какой-то степени все это для вас делаем. Нам это тоже все очень в прикол. Собственно, только поэтому и делаем. Но хочется как-то еще и чтобы... Обратную связь очень сильно получать прям. Да, так что всем еще раз пока и хорошего дня. Пока.